В Лисосибирске 10-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас он в городской больнице. В квартире следователи обнаружили оставленную мальчиком записку. Следственный комитет проводит проверку, но о других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярске задержали мужчину, застрелившего таксу в гаражном массиве. Напомню, все произошло на прошлой неделе. Хозяин отпустил свою собаку на прогулку, однако таксу вернулась с кровоточащей раной. Врачам спасти ее не удалось. По камерам видеонаблюдения полицейские установили личность стрелявшего. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Завтра в Красноярске на полтора часа перекроют дорогу в аэропорт. С 12.30 до 14.00 часов для транспорта закроют путепровод на 792-м километре федеральной дороги Р-255 Сибирь в сторону аэропорта. Машины направят в объезд. За это время рабочие отремонтируют балку моста, поврежденную в октябре грузовиком, который проехал с поднятым кузовом. Власти Красноярска презентовали новую систему развития общественного транспорта. Чиновники предлагают пассажирам перейти на временные тарифы, чтобы не доплачивать за пересадки. Это позволит уменьшить длину маршрутов.